Эльтун Алиев – один из наших героев, ставший шехидом в ходе 44-дневной войны из-за освобождения азербайджанских земель от армянской оккупации. 19-летний командир отделения проявил героизм и смелость в боях за Суговушан. Солдаты под его руководством беспощадно уничтожали врага. Эльтун Алиев погиб 16 октября в ходе военных операций на Агдаринском направлении, спасая раненого солдата. Он похоронен на аллее шехида в Сумгаите. Распоряжением президента Ильхам Алиева Эльтун Алиев посмертно награжден медалями «Отважный боец» и «За родину». Президент Азербайджана Ильхам Алиев пятницу 25 декабря подписал распоряжение о демобилизации группы военнослужащих. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте главы государства. Согласно документу, с 25 декабря 2020 года до 15 апреля 2021 года поэтапно будет происходить демобилизация военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации согласно распоряжению главы государства от 28 сентября. Министерству обороны и государственной пограничной службе предписано информировать президента Ильхам Алиева об исполнении первого пункта документа, а Кабинет у министров решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения. Для подключения города Шуша к общей энергосистеме Азербайджана и обеспечения города устойчивой энергией, открытое акционерное общество «Энзерэнерджи» прокладывает высоковольтную линию электропередачи напряжением 110 кВт от Физули до города Шуша. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте национального производителя электроэнергии. Воздушная линия Физули-Шуша общей протяженностью 75 км будет двухцепной, что позволит перебрасывать нагрузки с одной линии на другую, не создавая перебои в энергообеспечении в случае аварии. Уже установлено около 100 опор линий электропередачи и подвешены провода на расстоянии 15 км. Высоковольтная воздушная линия, идущая в село Шукербейли-Физули с село Бюектаглар-Ходжавен до село Дашалты города Шуша, будет подключена к существующей подстанции в Шуше. Строительство новой ЛЭП осуществляется вахтовым методом в сложнейшей горной и лесистой местности в снежную, туманную, дождливую погоду. 110-киловольтная линия Физули-Шуша будет сдана в эксплуатацию в ближайшее время. После долгих лет будет обеспечено бесперебойное электроснабжение Шуши, указывается в сообщении Азерэнерджи. Управление прокуратур Международного уголовного суда в Гааге дало ответ на обращение комитета Милимеджиса по правам человека. С 27 сентября с начала широкомасштабных контрнаступательных операций против провокации начатых армянской армией в Нагорном Карабахе и прилегающих районах, комитет Милимеджиса по правам человека неоднократно адресовал обращения парламентам стран мира, международным организациям и международным неправительственным организациям с целью оперативного информирования о военных преступлениях Армении. В числе этих организаций – Международный уголовный суд, Комитет ООН по правам человека, Европейский суд по правам человека, Комитет по правам человека Совета Европы, Международный комитет Красного Креста и другие Международной правозащитной организации. В обращениях содержалось требование приложить все усилия соответствующих международных структур для серьезного расследования военных преступлений Армении. На днях глава отдела информации и доказательств Управления прокуратуры Международного уголовного суда со штаб-квартирой в Гааге Марк Дилан направил ответное письмо председателю Комитета по правам человека Мили Меджиса Захиду Оруджу. В письме Дилан подтверждает получение документа, поступившего из Комитета по правам человека и сообщает, что документ должен быть включен в реестр разрешения прокуратуры Международного уголовного суда для рассмотрения. Сообщается, что документ будет рассматриваться в соответствии с положениями римского статута. Отмечается также, что после рассмотрения документа и вынесения соответствующего решения председатель Комитета по правам человека будет проинформирован о принятом решении в письменном виде. Специалисты Национального агентства по разминированию территории Азербайджана «Анама» обнаружили на территории бывшего поста вооруженных сил Армении в освобожденном от армянской оккупации селе Суговушан Тертерского района Азербайджана 120-мм снаряды с белым фосфором D4P4, применение которых противоречит нормам международного права. Об этом агентство сообщило на своей официальной странице в Твиттер. Это очередное доказательство того, что враг применял против Азербайджана запрещенные международными конвенциями боеприпасы, отмечается в публикации. Мили Меджис Азербайджана на заседании в пятницу принял в первом чтении проект госбюджета на 2021 год. Доходы госбюджета Азербайджана на 2021 год прогнозируются на уровне 25 млрд 427 млн монат, а расходы 28 млрд 543 млн монат. Дефицит госбюджета на следующий год прогнозируется на уровне 3 млрд 116 млн монатов или 4,1% ВВП. Доходы госбюджета на следующий год рассчитаны из цены на нефть в 40 долларов за баррель. В структуре доходов 13 млрд 776 млн монатов планируется обеспечить за счет поступления от нефтяного сектора 11 млрд 651 млн монатов от ненефтяного сектора. По сравнению с 2020 годом рост поступления в бюджет от нефтяного сектора составит 15%. Поступления по линии государственной налоговой службы предусмотрены на уровне 7 млрд 250 млн монат. По линии государственного таможенного комитета 3,9 млрд монатов. Трансферы в госбюджет из Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 2021 год предусмотрены в размере 12 млрд 200 млн монат. Очередная партия гуманитарной помощи Министерства гражданской обороны чрезвычайных ситуаций ликвидации последствий природных катастроф в России прибыла в Азербайджан. Как сообщает прислужба Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, накануне в Барде было принято 9 вагонов гуманитарной помощи, состоящие преимущественно из строительных материалов, техники и бытового оборудования. Помощь предназначена для восстановления имущества мирных жителей Азербайджана, чьи дома, находящиеся вне зоны боевых действий в Карабахе, пострадали вследствие ракетных и артиллерийских обстрелов вооруженных сил Армении. Согласно информации, до 24 декабря в Россия в целом отправила 54 вагонов и 25 грузовиков с различной гуманитарной помощью. Папа Римский Франциск в пятницу в ходе традиционного рождественского обращения призвал политиков к сотрудничеству и помолился о мире на востоке Украины и в Нагорном Карабахе. Да укрепит сын Всевышнего приверженность международного сообщества и вовлеченных стран к продолжению режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, а также восточной части Украины, сказал понтифик. Кроме того, Папа Римский призвал возобновить международное сотрудничество, начиная с сектора здравоохранения и гарантировать всем людям доступ к вакцинам и лечению. Турция никогда не прерывала связи с Израилем на уровне разведслужб. Эти контакты сохраняются сегодня. Об этом, как передает Канал 13 в беседе с журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле, заявил президент Турции Реджеп Таип Эрдоган. Однако у нас есть ряд проблем с руководством этой страны, отметил президент. Глава государства сказал, что Анкара, безусловно, хотела бы улучшить отношения с Израилем, однако не может принять позицию Израиля в отношении Палестины. Действия израильской стороны идут вразрез с подходами Турции по вопросам обеспечения справедливости и защиты целостности государств, пояснил он. Участок автомобильной дороги из Кафана в селу Агарак полностью перешел под контроль Азербайджана. Как передает Канал 13 со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил сегодня в парламенте Армении мэр города Кафан Геворг Парсян. По его словам, азербайджанские военные находятся всего на расстоянии 100 метров от жилого района Сюника, а от самого города Кафан на расстоянии в километр. Также, по его словам, под контроль азербайджанской армии перешли стратегически важные высоты.